Говно, говно. Может оставить? Мне каждый раз страшно. Блин, там ногти все сломаешь. А почему я их выбрасываю? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И сегодня у нас будет видео фикс прайс в помойку. Можно я попытаюсь? Просто попытаюсь показать, какую огромную коробку я для вас собрала. И я не знаю, уместится ли это все в одно видео. Я ее попробую поднять. Короче, огромная. Вот такая коробка. Это я силач. Силач. Я буду сейчас смотреть по времени, чтобы видео сильно не затянулось. Если оно прям будет затягиваться на час, то я разделю на два видео и там через несколько дней выложу туда вторую часть. Или отсниму вторую часть. Короче, давайте поехали, начнем. Итак, фикс прайс в помойку это не то, что я выкидываю прямо на мусор. Это то, что я отдаю. То, что мне уже не понадобится. Ну и то, что действительно было говно-говном. И на мусор отправляется однозначно. Так, первое. Это вот такая пластиковая штучка. В фикс прайсе, возможно, они продаются еще до сих пор. Но так как у меня, понимаете, гламурная новая кухня. Кто не видел, я здесь оставлю ссылку на мою кухню. Да, у меня гламурная новая кухня. И сейчас, конечно, такие вещи на ней просто никак не смотрятся. Она у меня вся такая лапша. И там должно быть все на высшем уровне. А точнее, вообще, как можно меньше всего наставлено. Это такая штучка для ложечки. И крышку сюда можно ставить. Вот так крышку, да, поготовил что-то, ну, возле печки. Я, по-моему, пользовалась ей. Да, все удобно. Крышку единственное не ставила, но ложку сюда ставила. И это я отдаю одной из хозяек в моем окружении. Вот такой вот поднос. Поднос тоже. Тоже мне служил верой и правдой. Он стоял у меня на столе в моей самодельной кухне. И там он, да, может быть, смотрелся. Очень даже выгодно на фоне моей кухни той. И здесь у меня стояли принадлежности разные. Знаете, там, ну, что-нибудь там. Соль, перчик, еще что-то. Ну, очень аккуратно. В хорошем состоянии, прекрасном. Тоже поднос отправляется. 33-23 на 3 сантиметра. Не знаю, зачем я это говорю. Размер, наверное, вам даже и не нужен. Ну, короче, вот с такой вот бабочкой. Сейчас новые подносы в фикс-прайсе уже больше. Круглые есть. Но я уже сейчас ничего этого не покупаю. Потому что я не хочу, чтобы у меня было что-то наставлено. Эти вещи, конечно, я не выкидываю. Я их отдаю, чтобы вы понимали. Вот такая вещица. Я купила новую. Так. Это вот у меня от одной игрушки. Я тут оставила, чтобы вам показать, что за игрушка. Вот такие были в фикс-прайсе штучки. Это такие дозаторы. Сюда наливаешь ты мыло или там жидкость какую-то. И вот так соединяешь. Тоже служила мне вера и правда. У меня два таких. Один беленький, один розовенький. Давайте, когда я его найду, я вам его и покажу. Я, может быть, даже бы и оставила их еще. Если они гламурненько бы смотрелись. Но я купила новые, обалденные, да. Я не знаю, вставлю. Вставлю номера вам сюда, которые я купила. Я вам скажу, не так дорого я их купила. Они там вышли 200 с лишним рублей. И они, да, пластиковые. Но смотрятся они на уровне, как керамика. Я не стала брать керамику. Керамика там в 2-3 раза дороже. Такие цвета, да. Но я их не стала брать просто потому, что у меня ребенок. И я такая вся суетливая. И все у меня падает утром из рук. Я как-то боюсь, чтобы оно не разбилось мне в раковине. Поэтому пластиковые, но смотрятся как керамика. Я и ванну купила себе, и на кухню. И очень прям смотрятся лакшери. Лакшери, девочки. Не смейтесь, я люблю просто употреблять эти словечки. Fashion, лакшери, а чё? А чё? А чё по нам так не жить? Купил за 200 рублей лакшери дозатор и кайфуешь. Вот, поэтому фикс прайс я отдаю. И уже нашелся новый хозяин. К этим дозаторам я их тоже отдаю. Вот такая вот фигнюшка лав растягивалась у меня. Ну, это, конечно, в мусор. Я не знаю, наверное, в мусор. Если не распутается. Ну, короче, она путается. И вот я не знаю. Хотя нет, смотрите, распуталась. Может оставить? Я вот так люблю. Знаете, купил, а потом оно лежит. И уже праздники все проходят о любви. И ты ничего не вешаешь. Не, оно нормально. Слушайте, я отдам. Я это отдам. Вот, смотрите. Лав. Вот оно вообще классно смотрелось бы, да? Я такая красная вся. И вот лав ю на фоне. Было бы очень клёво. Я это дело отдам, наверное, всё-таки, да? Если мне понадобится, я куплю себе. Я даже с гвоздиками отдаю, девочки. Настолько всё, ничего не надо делать. У меня тут гвоздики привязаны со шляпками. Просто вешаешь и распределяешь, как тебе нужно. Так, отдаю. Дальше. Шарики. Тоже покупала я шарики. Но я себе оставила голубые шарики и синие перламутровые. Деньки, если что, надуть. А вот у меня ещё шарики с сердечками, круглые шарики. В общем, тоже отдаю. У меня есть знакомые с детками. Пусть они дуют, играются. Там деток много. Развлекаются. А пока что всё на отдачу, да? Пока что в помойку ничего не вбрасываю. Совсем недавно покупала я вот такой круг. Фотосессию хотела я. Я его, короче, еле надула. Здесь перья у нас вот так, да? Но это тоже отдаю, отдаю деткам, девочки. Не буду я делать никакую фотосессию, заморачиваться с этими перьями. Пипец какими, да? Пусть детки играются. Это скорее для детей. Всё, оно целое, всё работает. И ещё даже пока есть время. Там у деток есть бассейн. Я думаю, что они, вот девочка там есть. Я думаю, она пофоткается лучше или снимет в ТикТок что-нибудь, да? Сейчас молодёжь у нас в ТикТок что-то снимает. Ей, я думаю, пригодится, да. Тане моей очень понравился. Вот этот стаканчик, которым я ни разу не пользовалась. Он даже с ценником ещё. Ей понравилось. Мне он не нравится только тем, что он непрозрачный. То есть я сначала беру, думаю, вау, класс. Буду снимать вам прямой эфир. Буду пить что-то. И так всё классно, гламурис, да? Но на самом деле я пью из своего любимого стакана, короче. И я люблю, когда всё прозрачно. Вот. Беренькие. Вот такая вот бриллиантовая головка. И бантик. Тане понравился бантик. Она говорит, о, я хочу себе этот стаканчик. Никуда его не девай. Поэтому, Таня, а к тебе летит стаканчик. Дальше. Вот эта кружка. Помните, я брала в Фикс Прайсе? Тоже она запечатана ещё. Это кружка, на которой можно писать карандашиком. Я тоже ей не пользовалась. Как вот я её купила, она стояла вам для обзора. Так я её и... Почему я ей не пользовалась? Во-первых, я не люблю кружки. Я не буду на кружках писать. Это для детей конкретно, знаете, какой-то подарок. Ну и в-третьих, я, ну, как-то вот к таким кружкам. У меня прозрачные кружки. Я кайфую от прозрачных кружек. И как-то пока на белое не перейду. Но если я перейду на белое, то в любом случае надписи вот каких-то таких вещей у меня не будет. Поэтому это тоже уходит деткам в подарок. Дальше будет в Фикс Прайсе помойку. Есть то, что я буду в помойку выбрасывать. Пока что всё на отдачу, но из моего дома. Вот эту штучку, помните, я как-то заказывала? Заказывала. Покупала в Фикс Прайсе. Но теперь я понимаю, я такую хочу, она классная. То есть она классная, но она пластиковая. И она смотрится не лакшери, не фэшн, не гламурис. А я хочу, чтобы было всё красивенькое и стеклянное, например, да, какое-то. Или, может быть, она из чего-то другого будет. Я не знаю, где я возьму такую, если увижу. Но пластик нет, и оно не для моего глаза, не для глаза моих гостей. На моей гламурной кухне уже не будет. Поэтому тоже уже нашла свою хозяйку. Свою хозяйку и отправляется. Сетка. Сетка, девочки. Вообще, по идее, это сетка на выброс. Я себе заказала везде сетки на всех окнах. Хорошие, там по 750 рублей. Очень круто, замечательно. Всё снимается, одевается. Просто в одно касание. Никаких трудностей. Вот эту сетку я заказала в Фикс Прайсе. Почему заказала? Что, откуда? Купила в Фикс Прайсе. И забыла, что когда мы жили в моём частном домике, маленьком, помните? Я уже пользовала такую сетку. И проблема там была в том, что она всё-таки отклеивалась от этой самоклейки. Вот самоклейка. Мы её по периметру клеим. И потом вырезаем там нашу сетку по нашему размеру. Или она уже здесь какая-то вырезанная. 130 на 150 сантиметров. Абсолютно новая. И мы приклеиваем сверху этой самоклейки, короче, как-то. Короче, суть была в том, что когда мы хотели оторвать её, вот эта самоклейка очень трудно отлеплялась. Я, конечно же, это отдам. Кто живёт в частном доме, предупрежу об этом. Может быть, они просто найдут, куда это применить. Если вдруг не отклеится, ничего страшного. Будьте осторожны вот с этой самоклейкой. Вот Новый год скоро, да. Вот такая надувная ёлочка. Ну куда мне? В моей квартире надувная ёлочка. У меня должна быть красивая какая-то. Я хочу купить, не знаю, настоящую, конечно, не кайф, от неё столько мусора. Не, кайф настоящий, но если бы от неё не было столько мусора. Есть, интересно, какие-то лайфхаки, чтобы этот мусор, вот ёлка вот эта не сыпалась и не была бы там глядеть. У тебя животные всё по всему дома. Я искусственную ёлку люблю. Я люблю белую. Мне нравится мой образ. Это у меня закончилось это, девочки. Память. Я пошла немножко, освободила памятью, чтобы доснять вам видео. Короче, я в своей квартире вижу белую, красивую, пушистую ёлку. У меня маленькая была ёлочка, но она, короче, пожелтела. Я её два года подряд ставила. Но сейчас в новой квартире, к Новому году, я, наверное, хочу что-то сделать прям вообще. Будьте со мной и увидите. Надеюсь, всё получится. Короче, а вот эту вот ёлочку надувную я отдаю. И вот эту вот я покупала тоже. Она даже ещё светится немного. Ну-ка, увидите вы. Вот, видите, она светится. Вот. Танюше отдам. У неё вот пока что, ну, как бы можно, её украсить можно. И на фон, вот я же её брала, знаете, на фон снимаешь. Что-то стоит аккуратненько, ёлочка маленькая. Ну, как бы вот так. Батарейки работают, всё как положено. Но мне уже, мне уже надо что-то другое. Шар вот этот вот. Слушайте, а я уже, по-моему, снимала его, что я отдаю. В итоге так и не отдала. Как бы не повторится мне сейчас здесь, да. Ну, Тане он очень понравился. Она уже загадала там какие-то пару желаний. И вроде бы услышала то, что хотела слышать. Я говорю, если вдруг он скажет то, что ты не хочешь слышать, разобьёшь его об стену. Дальше, дальше. Так, я уже за временем не слежу, да. А, ненавижу, ненавижу, девочки. Вот такие вот вешалки. Абсолютно новые. Таня сказала, что ей нужно будет вешалки эти. Она нормально к ним относится. Мне они не нравятся, потому что они цепляются. Цепляются друг за друга, за что-то цепляются металлические. Не люблю. Купила, потому что мне нужно было в магазине. Я в магазине, у меня много таких было. Мне нужно было юбочки держать там, ещё что-то. Но в итоге я всё сняла, пакетом распихала. И вот эти вот вешалки нет, не хочу. Так, дальше. Выбрасываю вот такую штучку. Ой, девочки, выбрасываю почему? Потому что я не знаю. Я не знаю. Может оставить? Короче, вот эту оставлю, прилеплю. Потому что у мамы на машине, у неё, вот я сейчас езжу на ней, да. У неё там большое такое пространство. И прям вот, знаете, самое то положить туда реально. Телефон или ещё что-то. Если я просто ложу, то оно, короче, скатывается, катается и ничего не получится. Эта панелька прям вот для телефона. У неё лежали маленькие такие вот, да, половинки продавались раньше. У неё две были. Они там уже прилипли. Я думала, реально там вместе с пластиком, наверное, оторвём. Но нет. Оно всё оторвалось, всё хорошо. Сейчас там нет. Я думаю, может ей чёрную большую прилепить тогда. Если реально там на самом солнце находится, и говорили девочки, что там плавится и так далее, и так далее. Но у мамы долго они были, я вам скажу, год, наверное, полтора. Просто под самым пеклом стояло всегда. И мы в итоге нормально оторвали. Панелька чистая и нормальная. Я, наверное, вот это не буду выбрасывать. Сейчас я всё-таки ещё потестю. Потому что мне не хватает прям телефон положить. И мама прям так не хотела, чтобы я те старые отрывала. Поэтому пока что это не на выброс. Но вообще мне писали девочки очень много, что это просто отвратительно, что она там плавится на солнце, растекается по панели. Короче, ужас всё портит. Просто будьте аккуратнее. Так, детям, детям пойдут вот такие вот очки. Помните, я брала? Очки. Я не знаю, что я с ними хотела сделать. Думаю, какое-то видео сниму в ТикТок. ТикТочек. Занавеска. Ну, ладно, дети посиграют. Вот очки и вот очки. Да, что она у меня лежит. И я в ТикТок всё не снимаю видосы такие. Как-то не получается. А они пусть снимут, рейтинги себе поднимут. Расчёска вот такая вот. Тоже я на неё делала на своём втором канале. Ссылка на неё будет под видео. Я делала на неё тест-обзор. Классная расчёска, ничего не скажу. Просто она тяжёлая, девчонки. Она тяжёлая для моей руки. Она сама у себя большая. Плюс ещё приспособы какие-то, куда надо масло капать. 199 рублей на минуточку потратила. Вот я с ней сняла обзор, положила её обратно вот сюда, в коробку. И после этого не пользовалась. Просто потому что я люблю лёгкие расчёски, мягкие. Это как бы тоже на обдачу. Коврики. Когда-то давно я брала вот такой коврик. Он ещё в хорошем состоянии. Но я себе уже покупаю коврики другие. Но тоже в фикс-прайсе, девочки. Последний в фикс-прайсе. Я такие коврики бомбезные отхватила. Тут тоже оставлю, если что. Последнее моё видео о фикс-прайсе. Бомбезные белые коврики. И вот два дня я уже на них нарадоваться не могу. Они не пачкаются пока. Всё замечательно. Ну, поэтому вот эти такие простенькие, это уже куда-то не ко мне. Вот такие были. Вообще я люблю в фикс-прайсе коврики. Вот эти мне очень нравились, долго служили. И до сих пор в хорошем состоянии стираны уже. Вот такие коврики, да. Мама забрала парочку. Один, по-моему, выкинула я. Один вот остался. Вот этот коврик, он хороший, да. Но на него мокрыми ногами становиться лучше не надо. Они очень долго сохнут, если их стирать. И если мусор какой-то, да, сыпется на них, то под ними остаётся мусор. Короче, потому что здесь сеточка такая, да. И, короче, весь мусор просачивается. Ну, я, в общем, ждала, когда я уже избавлюсь от них. Мама как-то хотела их, я их протестила. Всё нормально, клёво. Ну, короче, не для моей квартиры. Я хочу что-то другое. И вот такой вот обалденный коврик из фикс-прайса. Правда, тоже он у нас уже стиранный. Вот. Немножко отслаивается тут вторая часть. Но не суть, важно, она держится. Вот этот коврик мне очень нравился. Он обалденно сохнет. Он обалденно впитывает влагу. И он у меня был возле ванны. То есть на него мокрыми ножками становишься. Он классно впитывает. То есть он после себя не мокрый какой-то там сильно, да. Короче, он всегда сухой был. Всегда сухой, всегда приятно было на него вставать ножками. Вот. Я бы такой купила, просто другой расцветки. Белый какой-нибудь или бежевый, однотонный, да. Или какая-нибудь ненавязчивая абстракция там была в моих цветах. Но вот этот я отдаю, потому что он не моего цвета. А вот эта мочалка, вы помните? Супержёсткая мочалка. Если вы любите, знаете, так, чтобы кожу содралось с вас. Я её так и не тестила. Я её купила. Собиралась затестить. Но я её не затестила. Потому что мне каждый раз страшно. Я просто руками её трогаю. Она царапает мои руки. Это японская какая-то вот такая, знаете. Она вот широкая просто, да. Там было написано, по-моему, японская. Просто вот такая вот. И вот такая вот. Ты её берёшь, там мочишь и хаш-хаш-хаш-хаш. Это очень больно, я думаю. Но не для моей спины. Я, кстати, маме сейчас предложу. Она любит мочалкой жёсткой пользоваться. Захочет, заберёт. Умывалочка вот такая вот тоже. Но так как у меня есть Форео умывалочка за 12 тысяч, то вообще никакие другие умывалочки не сравнятся. Я беру это только для теста, да. И потом всё это успешно избавляюсь от этого. Поэтому избавляюсь. Сачок вот такой из фикс-прайса. Были какие-то игрушки здесь. И ловить там что-нибудь в воде. Ну, тоже как бы Денька уже не ловит. Поэтому отдаю. О! Вот она. Розовенькая. Ещё одна. Всё уже, кстати, чуть-чуть осталось. Куча косметики. Это всё на выброс, потому что просто всё просрочено. И я этим так и не пользовалась. Смотрите. Накупила же сколько всего. Ну, на выброс. В большинстве из них запахи не очень. И липкие там губы, ощущения, да. В меньшинстве хорошие запахи, классные. Но просрочку уже я не стану пользоваться, потому что у меня этих блесков вот так просто. Дальше. Вот такие штучки. Тоже, может, кому-то это, конечно, пригодится. Но я уже говорила вам, да. У меня остался след, который я зачищала. Вот. Видите? Здесь липкая фигня. Вы клеите вот так. Может, я показывала это в прошлом видео? Я уже не помню, короче. Но вот сейчас это точно всё уже уходит от меня. Короче, лепите вы это дело, да. Оно у меня от жары отпадало. Отпадало, отпадало. А сама клейкая штука оставалась на стене. Она так въелась в мою стену, что никак не убиралась. Мне пришлось наждачкой там зачищать и так далее, и так далее. В итоге, короче, сейчас там грязное пятно ждёт, пока я всё это покрашу. Я еле счистила. Поэтому здесь очень едкая клейка. Вот. Дальше выбрасываю вот этот вот, помните? Аккуратно очень с этим. Это джем, который сделал моё лицо просто как помидор красный, как будто я обгорела где-то на солнце. Вот это я тоже, наверное, показывала уже. Это отдаётся. 99 рублей. Будьте осторожны с волосами. Потом вот эти штучки. Тоже мне они не нужны. У меня ничего нигде не ездит. Всё замечательно. Это такие прозрачные. Можно вырезать по... Кстати, надо маме показать. Может, ей нужно это. Если не нужно, то она отдам. Короче, у меня их много. Раз, два, три. В фикс-прайсе продавались такие штучки силиконовые. Их куда-то в ящик кладёшь и, типа, там ничего не ездит. Ну, можно придумать ещё куда-то подложить. Красиво. Короче, они какие-то перламутровые, розовые. Вот, они вот так продавались. Ой! Вот так, короче, продавались. Вот так. Свернутые. До сих пор, наверное, я думаю, продаются. Так, что ещё? Ай, маленькие шахматы. Денька все разбросала. Их уже тут половины нет на выброс. Патчи из фикс-прайса я попробовала один раз. Ну, нормальные патчи, но у меня много корейских патчей. А это откуда вообще? Это тоже Корея. Кстати-ки. Это тоже Корея. От морщин. А почему я их выбрасываю? А зачем я их выбрасываю? А я не буду их выбрасывать. Они, наверное, случайно здесь оказались. Ложка, сервиз. Всё, из фикс-прайса. Это, короче, не ко мне. Мышка из фикс-прайса тоже уходит, уезжает. Вот эта игрушка просто отвратительная. Я её тоже, по-моему, показывала где-то. Короче, она шумит, и она там заедает. И я спрятала от Денни на выброс. Так, что ещё? Что ещё? Шнурки. На Алики такие продаются шнурки. Ну, короче, я их так и не применила. Я их давным-давно покупала, так и не применила. Не знаю даже. Не знаю даже. Новые. Может, оставить ещё? И зачем? Пусть деткам останутся какими-нибудь. Всё, невидимки тоже деткам. И вот такие штуки так и не нашла. Блин, ещё одна осталась. Вообще их четыре штуки было. Мама забрала такие большие. Куда-то там подложить красивые, да? Они такие беленькие, перламутрые. А это, знаете, под стаканы подставлять. Ну, маме не нужно, она говорит, не нужно. И вот такие невидимочки. Я вот такие невидимки не люблю, потому что с детства они врезаются в мою голову, они цепляют мои волосы. Я вот эти невидимки ненавижу. Я люблю шпильки. Ну, вот эти невидимки ненавижу. А, ещё пока открываешь рукой, ты, блин, там ногти все сломаешь себе, всё на свете. Так, ну всё, вроде бы, всё. Ну, вот ещё, это тоже мусор, короче. Это вот уже валяется где-то. Денька всё разбрасывает. Это уже не работает батарейка. Тоже в фикс-прайсе брала. Батарейка не работает, и что с ней делать? Тройка. Я подумала, куда? Три. Всё, на выброс. Ой, нет, это ещё не всё. Господи, кегли. Дружка. Детка, мадам, кегли вот эти. Тоже Денька у меня особо не играет. Это маленький такой мини-боулинг. Вот, мини-боулинг. Отдам каким-нибудь детям. Мой не играет. Нет. А, скоро день рождения у моих знакомых. Вот я набирала в фикс-прайсе очёчки, колпачки, одноразовая посуда вот такая вот. Пригодится. Шарики. В общем, тоже это всё на день рождения отдают. И в фикс-прайсе брала. Вот эта вот ерундовина тоже, не знаю, не зашла она нам. Мы так и не поняли, как этим делом играть. Поржали, чуть-чуть поприкалывались, когда Люся ко мне приезжала. И в итоге, короче, она всё растерялась. Эти очки дурацкие тоже на выброс. Игра не очень. Так, ну вот этот вот тоже на выброс. Это я вам показывала, наверное. Вообще такая фигня. У меня, по-моему, отдельное видео есть, где там в шоке просто с этой игрушки. Она какая-то бракованная попалась. Какие-то силиконовые штучки. Сюда что-то засовываешь. Что-то вот так вот делаешь. Там оно должно надуться. А оно у меня всё время лопалось. И, короче, просто 199 рублей вот этому коту под хвост, понимаете, выбросила. Я доплевалась, но видео отдельное сняла. И ладно, это на выброс. Вроде бы всё показала. Видите, показала вам. Ещё что-то удалось оставить себе. Патчи и вот эту штучку. Всё, мои хорошие. Я вас люблю и целую. Надеюсь, моё видео понравилось. И экономьте ваши денюжки. То, что мне не пригодилось или я отдаю, я вам всё показала. Буду собирать новый пакет фикс-прайса на выброс, потому что моя уборка всё здесь ещё продолжается. Но значительное количество фикс-прайса я отдаю. Всё. Люблю вас, целую. Прощаюсь до следующего видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok